Всем привет! Я сегодня нахожусь в местном заведении Рок-Кафе. Мы заказали сейчас уху и из детского меню хрустящая рыба и фри. Вот все, сидем, ждем. Могу вам немножечко показать, что есть в меню. Так вот, что есть в меню? Есть квас. Кстати, здесь бомбежный квас, только у меня от него живот болит. И получается полтора литра. То есть, можно взять маленький за 12, а полторашку за 35. Лапша жарная, окрошка, окрошка. Здесь борщ. Что есть из меню? Чизбургеры, гамбургеры. В основном, здесь получаются порции очень большие. То есть, на заказе там борща или ухи. Уходит настолько громезная порция, что можно одной ухой накормить всю семью. То есть, цены довольно-таки щадящие. Учитывая, что это третья линия, можно покушать очень сытно. И плюс ко всему, есть вот такая акция, что ты заказываешь одно блюдо, и тебе идет в подарок, как бы заказывать бесплатно любой напиток. Мы заказали чай. А вот и чай, по мысли. А, give me ice. Ice. Окей? Ага. Получается, и нам сразу протащили счет. Мы заказали уху и эту штучку. Вышло 88 тонн. Так, шло три человека, у нас лидба ковара. Вот оно, кузики, хорошие чашечки. Нет. А тут что? Мой. Мой. Что это значит? Мой. Да, сразу подается, а тут сразу стоит кетчуп, соевый соус. Уксус. Хотела сказать, сжущёнка на это масло. Ну и дальше по мелочам. Ну и все. Это заведение настолько красивое, жалко, что темно сильно. Здесь этот чел. Музыка здесь играет в таком классном стиле. Если бы я была лет пять назад, я бы тащила. Сейчас как-то оно уже прошло. Вот так вот. Рыбки танцели, вместо окна, там аквариум. Очень круто. В общем, такое очень атмосферное заведение. А, меню. Сейчас мне рассказывай. Домашние супы, начиная от сорока девяти донга, в салатике. Не знаю, салаты я здесь не пробовала, так что не могу сказать, какие на вкус, но мне кажется, оно должно быть очень вкусным. Чё ещё? Уля, шума. О, кстати, здесь очень много акций. Салат по-русски с мангой, изюмом, печень с беконом. Микс морепродуктов. Ох, ничего себе. Огромно? Да. Это, наверное, на всю семью. Ещё плюс семью. Что здесь? Картофан, мундиры. Кебабс. Ого. Я когда-то работала в арабском заведении, наелась кебаба. Они такие острые, кстати. Свининые рубашки с жарным картофаном. Я ещё и свидела сладкое меню. Где она? Здесь. А, во, сладкое. Биг панкейк, сингс-хэддонга. Я его не пробовала. Я дома сама себе готовлю офигенные панкейки. Может быть, как-то сделаю видео. Яблочный пирог. Надо, кстати, попробовать он. Чизкейк. Ну, всё. А, и детское меню. Вот такое. Children's Meals. Да, я английский не знаю. Ну, всё. Ох, нефигайся, сколько нам льдаф напасили. На всю семью. А он ещё и тяжёлый. Бухаем. Вот так. Ладно, будем ждать наше меню. Блин, наше блюдо, которое нам несут. В общем, это и есть картошка фри, которую я заказала. А это есть огромная тарелка с упой и багетом. У них хватит ранее на всю семью, так что если вы всю семью заказываете, хотя бы одну-две, но не на всех. Тарелка на три человека. На три. Да мы с Алиром два раза ели. В общем, такая вкусняшка. А, кстати, вот квас. Целая бутылка. Квас. Да, заказал 35 дона и можно ещё домой забрать. Квас Тарас называется. Тарас, точно. Кстати, хотела ещё сказать по поводу персонала. Здесь практически все разговаривают по-русски, по-английски. То есть и вьетнамцы, и русскоговорящие. Это очень удобно. Бывали моменты, что надо. Потому что бывали такие вопросы. Я же само английский особо не знаю, и вьетнамский тем более. Поэтому без их помощи не знаю, как бы справилась. Вот так вот. Редактор субтитров А.Семкин